Вот уже 77 лет прошло со дня окончания Великой Отечественной войны, но память о событиях и о людях того времени сохранилась не только на страницах учебников истории. Тема войны, тема военного братства, тема служения Родине для меня не пустой звук, а личная жизнь родных, служивших по полной программе. Дед прошел через отступление от Бреста и наступал до Берлина, мама была в эвакуации, а папа в оккупации, словом, моя семья пережила все страсти военного времени. Не могу сказать, что много размышлял о войне, но на уровне генетической памяти. Она просто живет во мне, говорит режиссер Сергей Урсуляк. И под его словами может подписаться большинство граждан нашей страны. Современный кинематограф тоже не остается в стороне, и за последние годы вышло немало картин разного формата, посвященных военной тематике. Предлагаем вспомнить 10 замечательных сериалов, рассказывающих о событиях того тяжелого и героического времени. Курсанты 2004. Сюжет. Зима 1942 год. Врага отбросили от Москвы, но положение тяжелое. В артиллерийское училище прибывает новая группа курсантов. Через 90 дней обучения мальчишек ждет фронт. В основе сценария автобиографическое произведение режиссера фронтовика Петра Тодоровского «Вспоминай, не вспоминай». Актеры Иван Стебунов, Андрей Чадов, Александр Голубев, Елена Яковлева, Юрий Беляев, Елена Ксенофонтова, Владимир Вдовиченков, Игорь Петренко, Андрей Мерзликин, Павел Майков, Ярослав Бойко, Екатерина Гусева, Анна Цуканова «Кот». Диверсант 2004. Сюжет, по дороге на место службы машина с выпускниками разведшколы Лёни Филатовым и Алексеем Бобриковым попадает под обстрел. Алексей погибает, и по его документам в часть прибывает случайный попутчик, желающий работать в разведке и мстить врагам. В основе сценария, роман Анатолия Азольского «Диверсант». Актеры Владислав Галкин, Алексей Бардуков, Кирилл Плетнёв, Владимир Меньшов, Андрей Краско, Михаил Ефремов, Александр Лыков, Вилле Хаапасола, Марина Яковлева, Андрей Смоляков, Игорь Лифанов, Екатерина Редникова, Николай Чиндяйкин, Виктор Вержбицкий. Три дня лейтенанта Кравцова, 2011. Сюжет, 1944 год. Николай Кравцов, выпускник пехотного училища, отправляется на фронт, где ему предстоит командовать взводом опытных бойцов. О таких юных лейтенантах, прошедших ускоренный курс подготовки, тогда говорили, дольше трех дней на фронте не выживают. Актеры, Алексей Воробьев, Кирилл Кяра, Владимир Гостюхин, Ксения Суркова, Алексей Гришин, Николай Иванов, Дмитрий Куличков, Владимир Емненко, Игорь Арташонов, Бесо Гатаев. Жизнь и судьба 2012. Сюжет, Великая Отечественная война, тяжелый период Сталинградской битвы. Физик-ядерщик Виктор Штрум работает над созданием атомной бомбы. Как многие ученые, он находится под особым надзором НКВД и понимает, что ему угрожают репрессии. Экранизация романа Василия Гроссмана, актеры Сергей Маковецкий, Александр Балуев, Евгений Дятлов, Сергей Пускиполис, Лика Нифонтова, Антон Кузнецов, Полина Агуреева, Вера Кинчева, Владимир Симонов, Анна Михалкова. Ладога, 2013. Сюжет, зима 1941 года. Единственная связь блокадного Ленинграда с Большой землей, ледовая переправа по Ладожскому озеру. Советская контрразведка получает информацию, что там готовится диверсия, а ее исполнителем будет кто-то из шиферов-грузовиков, работающих на дороге жизни. Актеры Андрей Мерзликин, Ксения Рапопорт, Алексей Серебряков, Дмитрий Назаров, Юрий Кузнецов, Виталий Коваленко, Анна Блинова, Юлия Аук, Ирина Сотикова. Истребители 2013. Сюжет, в эскадрилью капитана Лидии Литовченко приходит пополнение. Среди молодых летчиков, Борис Маслов и Леонид Шугаев, которые проваливают первое же задание. Их излишняя самоуверенность приводит к гибели штурмовиков. Актеры Екатерина Вилкова, Олег Фомин, Дмитрий Дюжев, Николай Казак, Мария Андреева, Игорь Арташонов, Владимир Большов, Сергей Веденеев, Алексей Цокур, Петр Рыков, Азамат Нигманов, Артем Федотов. Гетером Айора Соколова, 2014. Сюжет, сентябрь 1939 года, начало Второй мировой войны. Майор госбезопасности Андрей Соколов выполняет в Крыму задание по выявлению участников террористической антисоветской организации. Он создает оперативный отряд из девушек, которых обучают всем премудростям разведывательной работы от рукопашного боя до психологии и способов соблазнения. Актеры Андрей Панин, Артур Смоленинов, Сергей Гармаш, Филипп Янковский, Анатолий Гущин, Аглая Тарасова, Татьяна Лютаева, Дарья Мельникова, Алиса Горшкова, Анастасия Микульчина, Мария Антонова. По законам военного времени, 2015. Сюжет, группа следователей военной прокуратуры работает на фронте, в прифронтовых населенных пунктах и освобожденных территориях, выявляя диверсантов и опасных преступников. Актеры Екатерина Климова, Максим Дрозд, Евгений Воловенко, Александр Панкратов-Черный, Виктор Сарайкин, Дмитрий Суржиков, Инна Беликова, Александр Кобзарь, Андрей Саминин. Крик тишины, 2019. Сюжет, февраль 1942 года, Ленинград в кольце блокады. Отчаявшаяся мать трехлетнего Мити решила эвакуироваться одна, узнав, что малышей не вывозят из города во время сильных морозов. Спасительницей одинокого ребенка стала юная Катя, которая выдала его за собственного брата. Отец Мити, сражающийся на Ленинградском фронте, получает от жены письмо о том, что их сын умер, а она встретила другого человека. Экранизация повести Тамары Цинберг «Седьмая симфония». Актеры Артем Быстров, Алина Саргина, Лева Гиршев, Светлана Смирнова-Марцинкевич, Владимир Меньшов, Надежда Маркина, Наталья Фисон, Сергей Паршин, Людмила Егорова. Седьмая симфония, 2021, сюжет. 9 августа 1942 года в блокадном Ленинграде была исполнена Седьмая симфония Дмитрия Шостаковича, ставшая символом несломленной воли жителей города. Все сложности организации оркестра и репетиции легли на плечи дирижера Карла Элиасберга. Актеры – Алексей Гуськов, Елизавета Боярская, Алексей Кравченко, Наталья Рогожкина, Виктория Толстоганова, Тимофей Трибунцев, Лидия Вележева, Янина Студилина, Сергей Барковский, Борис Смолкин, Кирилл Ульянов, Данил Стеклов, Анна Цуканова-Кот, Игорь Ясулович. Друзья, какие сериалы о войне, снятые российскими кинематографистами, вы бы добавили в топ? Пишите в комментариях, очень интересно. Сегодня в День Победы смотрите две кинодрамы из нашей подборки, «Курсанты» на киноканале «Русский бестселлер» и «Крик тишины» на русском романе. С праздником вас, друзья! Читайте и другие статьи о кино, спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, вместе обсудим все самое интересное. Кинофильм.